Ознакомьтесь, пожалуйста. Обязательно аккуратное и правильное обращение с пиртехническими изделиями. Наиболее пожароопасным временем года, вопреки расхожему мнению, считаются зимние и весенние периоды. Как показывает практика, основными причинами возгорания является несоблюдение жителями элементарных требований пожарной безопасности. Сотрудники МЧС отправились в очередной рейд в деревню Тарычева, чтобы не только напомнить жителям о технике безопасности, но и рассказать, какие изменения в законодательстве произойдут после Нового года. 1 января 2021 года вступает в законную силу новое обновленное правило противопожарного режима Российской Федерации, которые утверждены постановлением правительства. Так, к примеру, разводить открытый огонь можно будет только в специально оборудованных местах – котлованах, ямах и рвах, а также в металлических емкостях, бочках и мангалах. В них можно сжечь собранную траву и ветки, а вот выжигать сухостой на полях и участках запрещено. На каком расстоянии ставить можно бочку? От забора? Для сжигания листвы бочку от заборов, от строений, от сооружений необходимо ставить на расстоянии не менее 5 метров. В постановлении правительства более детально расписано, как и где можно разводить костры и готовить пищу на открытом огне и сжигать отходы на территориях поселений и населенных пунктов. Требование к мангалам следующее. 5 метров от зданий, сооружений, строений должно выдерживаться не менее 5 метров. И радиус очистки от сухой травы под мангалом, либо каких-то деревьев сухих и так далее, горючих предметов материалов, радиус очистки от этого 2 метра. Жителям еще предстоит разобраться со всеми нюансами новых правил. Вопросов сотрудникам МЧС задавали много. Но в целом такие нововведения они оценивают положительно. Считаю, что разрешили разжигать листву, это плюс. Потому что у нас листва, действительно всегда есть листва, ветки. Их нужно как-то утилизировать. Поэтому эти правила новые, это хорошо, это плюс для нас. Если соблюдать все правила, которые установлены МЧС, пожарной охраной, то пожаров не будет. И в каждом доме положено вообще иметь 2-3 огнетушителя. А у вас? У меня лично 2. Параллельно над пожарной безопасностью жителей работает и Центр соцзащиты населения. В домах и квартирах многодетных семей, а также жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, устанавливаются пожарные извещатели. Эту работу проводят органы госпоженодзора, сектор отдела ГОЧС, как я уже говорил, и наши сотрудники. Вот совсем недавно мы устанавливали пожарный извещатель, участнику Великой Отечественной войны, Кузьмичев Павел Михайлович. Сотрудники МЧС призывают быть особенно бдительными в период новогодних праздников и слюдать все меры противопожарной безопасности. Ведь любой пожар легче предотвратить, чем потушить. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. ВИДНОТВ.